МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Быть может, единственную программу, в которой без риска для репутации мы наконец получили уникальную возможность донести до вас истину, которая по разным причинам очень сильно не вписывается в общую принятую картину мира. Итак, сегодня... ...в резонанс с ДНК. Демонтируют короткие спирали и собирают их в правильном виде. По такому же принципу можно разобрать и заново отстроить разваливающийся дом. Это по-настоящему революционное открытие уже используется для лечения самых серьёзных заболеваний. Золото оздоравливает организм на клеточном уровне. Но кто в далёкой древности мог использовать подобные знания и технологии на нашей планете? Как древние египтяне делали золото, которое смогли изготовить меньше десяти лет назад? Как наши предки могли вкапываться в землю с очень примитивными инструментами? Это загадка. Конечно, можно использовать лопату, но глубоко не прокопаешь. Существует технология, которую нам ещё только предстоит открыть. Технология, благодаря которой созданы эти шахты внутри Земли. Ранее, в начале 70-х, из шкур и тренировались в обжиге примитивной керамики. Зачем им разрабатывать рудники в масштабе всей планеты? 10 600 тонн золота было добыто в Древнем мире. Из них ключевыми странами по добыче этого самого золота были Древний Египет, Судан, Иберийский полуостров, территория нынешней Испании и Португалии, Даки, территория нынешней Румынии, Затем Бактрия и Сагдиана, это в Средней Азии древние государства, Затем Индия. Вот эти вот, пожалуй, я главные страны назвал, они как раз и дали вот эту вот гигантскую совершенно сумму золота. Кто тысячи лет назад вел точные геолого-разведывательные работы? Обладал достаточными для этого научными знаниями и техническими средствами? Африканские племена, проживающие от Верховья Нила до озера Виктория, рассказывают легенды о загадочных белых людях – бачвезии. Они умели летать, переплавлять руду в металлы. Бачвезии исчезли так же неожиданно, как и появились – сантиметра. Возраст артефакта – не менее шести тысяч лет. Ученые определили, что на его поверхности изображены этапы развития человеческого плода, начиная с момента зачатия. Другая сторона диска показывает сцены деления клеток. Артефакт специалисты назвали генетическим диском. Здесь вы видите это яйцо, обладотворённое и неоплодотворённое. Здесь сперматозоиды. На обратной стороне плод на различных ступенях развития. Здесь вы видите мужчину, женщину, ребёнка. Ещё один важный факт – диск изготовлен из ледита. Эта порода крошится при малейшей ошибке. Как удалось на поверхности диска филигранно выточить столь детальное изображение? Причём без микроскопа и лазера. Детальный анализ артефакта привёл к ещё более шокирующему выводу. Диск изготовили не вручную. Это заводская штамповка. Об этом говорит контур рисунков. Для чего могли изготавливать генетические диски? По одной из версий, это древнее наглядное пособие по генной инженерии. Вместе с диском были найдены инструменты, назначения которых мы так и не поняли. Мы лишь подозреваем, что их использовали в медицине. Чтобы разгадать загадку дручёных и искателей приключений всех мастей. В начале прошлого века десятки археологов, вооружившись лопатой и Ветхим Заветом, отправились на поиски золотоносных копий. Они искали ответ на вопрос, откуда в Израиль шли корабли, гружённые золотом? Есть мнение, конечно, что это находится в Эфиопии. Есть мнение, что это чуть ли не в Конго. Находились копии царя Соломона в Южной Африке. Сейчас у нас короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Смотрите далее. Кто ездил на бульдозере мимо динозавров? Вот эта техника не только 15 миллионов лет назад. Как строили древние храмы? Оборудование было, но, я думаю, эти люди у вас с собой увезли. И где применялась ядерная энергия до нашей эры? 1 миллиард 750 миллионов лет назад здесь находились 14 атомных реакторов. В 2008 году в пустыне Негеф затерянные рудники на территории Аравийского полуострова. Сам Квиринг был убеждён, копии царя Соломона находятся именно там, а вовсе не в Африке. Загадочное название Махт-Ат-Даххаб. Трудно произносимое. Когда он перевёл, оказалось, в переводе это означает колыбель золота. Естественно, геолог посетил эту самую... Это ближе к Йемену, сейчас Саудовская Аравия. Посетил эту самую колыбель золота, обнаружил там десятки и сотни и тысячи древних выработок на гигантском пространстве. Он же посчитал примерно количество добытого золота. Оказалось, что добытое в районе 35-40 тонн золота было только с этого места. Древние рудники, уходящие глубоко под землю, сегодня найдены на Балканах, в Индии, в Центральной и Южной Америке, у нас на Урале, Кольском полуострове, в Сибири. Что приводит исследователей к скандальному предположению. Неужели в далеком прошлом Земля была гигантской ресурсной базой по добыче полезных ископаемых? Надо действительно каждую пещеру, каждую такую горную выработку изучать. И был этот туннель типа метро какой-то, или это была древняя выработка по добыче полезных ископаемых? Наукая старается замалчивать эти факты, но их уже не замолчать. Там совершенно должно быть современное камнеорезное оборудование, чтобы получить такую точность и такое совершенство при спиле. То есть оборудование было, но, я думаю, эти люди его с собой увезли, потому что оно бы нашлось уже давно. Какими технологиями обладала цивилизация, которая разрабатывала на нашей планете древние рудники? Неужели когда-то по Земле передвигалась мощная техника, подобная современным роторным экскаваторам и подъемным кранам? Но некоторые исследователи выдвигают и более смелые гипотезы. На Земле действовали атомные реакторы. И у специалистов есть этому доказательства. В начале 70-х годов в африканском государстве Габон французская компания добывала урановую руду. Неожиданно оказалось, что содержание расщепляемого урана-235 в пробах значительно ниже предполагаемого. Тогда стали исследовать, не был ли этот уран уже кем-то использован. И обнаружилось, что урановое месторождение Вокла в Габоне имеет такие очертания, которые с учетом периода полураспада урана позволяют прийти к выводу, что почти 2 миллиарда лет назад, а точнее 1 миллиард 750 миллионов лет назад, здесь находились 14 атомных реакторов. Все это подсчитано физиками с большой точностью. Но возникает вопрос, кто же мог столько лет назад создать атомный реактор? Что так заинтересовало геологов? Почему следы в Афрегийской долине стали объектом изучения? Оказывается, глубокие колеи оставлены на так называемой неогеновой поверхности выравнивания. На плато, которое было образовано 15 миллионов лет назад. Для историков это глубокая древность. Принято считать, что никакие транспортные средства по земле тогда не ездили. Но как объяснить происхождение загадочных следов? Что за транспорт колесил по Афрегийской долине? Специалисты сейчас изучают все данные. Динамику давления на грунт, степень его деформации, расстояние между колеями. И первое заключение уже получено. Размер колес был около одного метра. Сейчас есть предположение, что может быть даже несколько поменьше был. Но никак не меньше полуметра. Есть предположение, что впереди стоял типа пропеллера, который позволял как бы разбрасывать грунт в сторону, который, потому что это вязкий такой грунт после потопа, возможно, был, который разбрасывал в сторону и вот эти наносы делал. О каком потопе идет речь и почему транспорту приходилось ездить по вязкому грунту? Ученым известно, что как раз 15 миллионов лет назад на Земле случился гигантский потоп. Об этом свидетельствуют серьезные геологические изменения. На рубеже раннего и среднего миоцена столкнулись африканская и евроазиатская плиты. На поверхность из океана были выведены часть территорий Турции, Средиземноморья, Крыма. Удивительно, но дальнейшие исследования показали, что следы, отпечатанные на мокром известняке и туфе, сохранились не только в Африкийской долине. Колеи от транспортных средств найдены на Мальте, в Испании, Италии, Болгарии, у нас в Крыму, в Чуфут-Кале и Бахчисарае. Критики этой гипотезы говорят, что следы могли быть оставлены и гораздо позже. Может, действительно, по крымским дорогам ездили обычные телеги, но тогда характер следов был бы совсем другим. Изучал, очень долго ходил я практически по всем колеям, и в Чуфут-Кале, и в Эске-Кермен. Там очень твердые известняки, они к тому, что это мягкие породы, которые проедет тележка и останутся следы, не тянут уж совсем. Кроме того, там, так же, как и в Африкийской долине, в некоторых местах наблюдалось выдавливание грязи по обе стороны. Еще одна находка, подтверждающая эту научную версию, была сделана в Бразилии, в Амазонии. Там археологи изучали стоянку древних динозавров. Неожиданно рядом со следами животных, вымерших еще 65 миллионов лет назад, были обнаружены ровные колеи, которые могла оставить только техника, подобная современной. Там очень много следов динозавров, причем возраст 140 миллионов лет их. И среди этих следов динозавров есть такие же следы, парные, окаменевшие, в красном таком грунте, следов от колес. Вот эта техника не только 15 миллионов лет назад существовала, но и 140 миллионов лет назад могла существовать колесная. И что мы живем на земле, которая уже была многократно заселена раньше. Сейчас у нас короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Смотрите далее. Как в Древней Сибири оказались нанотехнологии? Возраст этих объектов около 300 тысяч лет. Кто разбросал по Уралу высокотехнологичные запчасти? Встречают нигде не в обшивке современных НЛО. И что добывали на Крайнем Севере миллион лет назад? Аналогичные выработки находят в Якутии. В 1993 году внимание геологов привлек объект на юге Челябинской области. Яма глубиной до 7 метров, диаметром до 50. В древности проживающие в этих краях башкиры и казахи использовали эту огромную яму как временный загон для скота, украденного у соседних племен. Поэтому место до сих пор называют воровской ямой. Сотрудники Института минералогии Уральского отделения РАН исследовали этот объект. Оказалось, что это древний медный рубиик. За последние десятилетия на Южном Урале нашли уже более 20 подобных запрошенных выработок. Прежде специалисты на них просто не обращали внимания. Ученые посчитали, что из этих рудников было получено 80 тысяч тонн руды, выплавлено 4 тысячи тонн меди. Но кто и когда добывал здесь руду в промышленных масштабах? Радиоуглеродный анализ уже не сделать, потому что он находился под воздействием естественной солнечной радиации. Анализы уже будут совершенно другими. Радиацию уже естественно солнечную впитал. По легендам тоже очень сложно на самом деле классифицировать. Приполярный Урал. С высоты птичьего полета хорошо видны многочисленные насыпи. Это переработанный шлак. На севере Урала в последние столетия идет активная добыча медной руды, алмазов, редкоземельных элементов. Но ни в одном из случаев подобный способ добычи не используется. Откуда появились насыпи переработанной руды? С археологами когда общался, когда начинал только заниматься темой, они говорят, что это вот ледник шел, и так вот это все нагреб. Куча такие, как экскаватора. Ну, знаете, если бы все-таки ледник шел и так нагребал, наверное, он бы ни одной кучи нагребал. Как минимум была бы какая-то полоса в перемешку с крупными камнями. А вот здесь вот видно, что это вот именно насыпана какая-то выработка. Кто оставил переработанную руду на поверхности? Что за неизвестный способ добычи полезных ископаемых использовали древние шахтеры? Официальная наука этот вопрос предпочитает не исследовать. Однако фактов, которые требуют объяснения, становится все больше и больше. Похоже, что таким способом руду добывали не только в Приполярье, но и в Сибири. Аналогичные выработки находят и в Якутии. То есть целые горки насыпные. Возможно, да, действительно, от среды каких-то или древних шахт, или каких-то... Но это явно не взрыв, потому что, как минимум, взрыв он должен оставлять воронку. Если эти шахты искать, то искать их, наверное, надо, скорее всего, внизу. Потому что вот если мы берем современную шахту, как современная шахта строится? То есть строится ствол, и потом уже вокруг шахты насыпается вот такой отвал. Со временем, конечно, шахту может затянуть. Археологические находки, извлеченные на поверхность из шахт вблизи восточной границы Уральских гор, только добавили вопросов. Крошечные спиралевидные артефакты исследовали ученые с мировым именем. Артефакты оказались похожи на детали современных спутников или ракет. Но как они попали в Землю? Была зафиксирована глубина залегания. Она составила 12 метров. Значит, возраст находок — 300 тысяч лет. На Урале, на небольшой реке Нарада, золотоискатели случайно наткнулись на десятки тысяч крохотных артефактов спиралевидной формы. Самые крупные из них всего 3 сантиметра. Самые мелкие — это сотые доли. Три сотых миллиметра. И лучше рассматривать их под микроскопом. Было установлено, что эти артефакты состоят из редких металлов — Вольфрама и Малибдена. Но самым крупным сюрпризом, и это подтвердила экспертиза, в одном из московских институтов оказался возраст этих объектов — около 300 тысяч лет. Вопрос — кто же мог изготовить эти удивительные вещи в ту пору, когда наши далекие предки бегали по земле, все покрытые шерстью? Похожие крошечные детали, созданные из плавов редкоземельных элементов, в 20 веке упали буквально с неба. 29 ноября 1986 года в городе Дальнегорске сотни людей стали свидетелями крушения НЛО. На месте аварии были обнаружены металлические шарики и сеточки. Ученые установили, что они были созданы с применением лантана, скандия и триа. Геолог Александр Гурвиц исследовал находку. Он полагает, что детали были сделаны из редкоземельных элементов, добытых на рудниках польского полуострова в районе Лавозерских тундр. Причем разработка этих месторождений ведется десятки тысяч лет. Вполне вероятно, что это старые карьеры, в которых велась разработка именно тех самых редких земель, которые сейчас встречаются нигде, а в обшивке современных НЛО. Горный массив Лавозерской тундры образовался 350 миллионов лет назад. Здесь был действующий вулкан. Застывшая лава начала трескаться и образовала многочисленные каньоны и ущелья. Буквально выбор... Какие-то визиты на Землю были, у меня почти сомнений нет. Я думаю, что космос все-таки обитаемый. Не может Земля быть исключением, когда там триллионы звезд и миллионы солнечных систем. Но кто работал на древних выработках тысячи и даже миллионы лет назад? По одной из смех гипотез, пришельцы сотрудничали не только с представителями Хомо Сапиенс, но и с теми, кто населял эту планету задолго до нас. Сейчас у нас короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Смотрите далее. Кто создал гномов и куда они ушли? Они именно шли по руде, по богатой руде, и выбирали самые богатые залежи. Откуда на Марсе подземные туннели? Они живут в так называемых марсианских каналах. Что знали древние люди о судьбе богов? Погибает, по сути дела, цивилизация на двух планетах. В шахты взрослый мужчина попасть просто не сможет. Горные проходы представляют собой узкие тоннели. Кто мог их создать? Или легенды о мифическом народе? Это история, а не вымысел. Люди были достаточно интересные и странные. Отсюда, кстати, пошло чудный, чудной, чудиный. Такая вот народность была, какая-то она обособленная, обладала непонятными знаниями. Чуть добывала руду задолго до появления на Урале первых представителей нашей цивилизации. Причем горнопроходческие работы велись не наугад. Современные геологи могут лишь позавидовать тем научным знаниям, которыми обладали древние карлики. Какой-то мифический народ, карликов, чудь, он добывал и медь, он добывал и серебро, возможно, золото. Причем это были очень целенаправленные. Это не то, что добывали какой-то огромный массив породы. Они именно шли по руде, по богатой руде и выбирали самые богатые залежи. Кем были древние геологи? И могут ли представители высокоразвитой цивилизации, те, кого называли богами, снова прилететь на нашу планету? Совпадение или нет, но большинство древних народов верили в неминуемое возвращение своих богов. Индейцы майя ждали прибытия бога Кицаль-Куатля. Жители Тибета верили в то, что на землю спустится их божество по имени Гекха. Древние тексты говорят прямо, что все знания, которыми обладали жрицы древнего Египта, они были получены в целостном и законченном виде из рук некой высоко развитой цивилизации. Более того, древние тексты содержат информацию, указывающую не только на место нахождения этой цивилизации, указывают даже названия планет и номера орбит. Они говорят еще и об уровне развития той цивилизации. Историю и географию Солнечной системы, похоже, лучше всех знали древние шумеры. Они записали многие сведения. Сегодня ученые только начали расшифровку пласта информации, сохраненной на глиняных клинописных табличках. Если оценить состояние Солнечной системы в соответствии с древними текстами, то можно сказать, что сравнительно недавно с исторической точки зрения или с точки зрения геологического времени, каких-нибудь 18-19 тысяч лет назад наша Солнечная система имела совсем другую географию. И в ней было как минимум три планеты, в атмосферах которых существовала жизнь, существовал разум. Причем на двух из них цивилизация находилась на очень высоком уровне развития. Я в данном случае говорю о планете Марс и планете Фаэтон. Исследователь Валерий Уваров полагает, что планету Марс шумеры в своих текстах называют Нибиру. Они записали сведения о гибели жизни на ее поверхности. А Фаэтон по-древнешумерски – это Тиамат. Жители этих двух планет в прошлом посещали Землю. Отсюда они забирали ресурсы – золото, медь, уран, редкоземельные элементы. Ход событий по этой гипотезе нарушила катастрофа. Через Солнечную систему пришел поток метеоритов. Погибает, по сути дела, цивилизация на двух планетах. Полностью разбит Фаэтон, или, как говорят об этом шумерский текст, Тиамат, и погибает Марс, он же Нибиру. И это приводит Солнечную систему к полному хаотическому состоянию. Удалось ли спастись обитателям Марса и Фаэтона, если эти планеты действительно пережили космическую катастрофу? Уцелели ли те, кто на протяжении тысячелетий выкачивал ресурсы Земли? По одной из версий, как раз эти ресурсы помогли космическим геологам добраться до самой отдаленной планеты нашей Солнечной системы. И сделать ее своим новым домом. И древний текст рассказывает о том, что они скоротечно, буквально, если не в одночасье, были вынуждены уйти с этих планет на заранее подготовленную планету за Солнцем. В этом участвовали несколько цивилизаций, что крайне важно для того, чтобы осмыслить процессы, протекавшие в Солнечной системе в тот период. Планету за Солнцем древние шумерские тексты называют Мардуком. Знали о существовании этого небесного тела и древние египтяне. Они именовали его антиземлей. Невероятно, но в наши дни эти сведения практически подтвердились. Оказалось, что шумеры и древние египтяне обладали точными знаниями по астрономии. В 1672 году директор Парижской обсерватории Джованни Доминика Кассини обнаружил вблизи Венеры новую планету. Она якобы находится за Солнцем на той же орбите, что и Земля. Впрочем, пока это остается лишь одной из непроверенных гипотез. Неужели и остальные сведения, оставленные шумерами, являют вовсе не хозяева этой планеты, а просто неплохие шахтёры. Вы смотрели «Самые шокирующие гипотезы». Единственную программу, где без ущерба для репутации мы с вами можем говорить о чём угодно. Мы ждём ваших вопросов на любые самые рискованные и необычные темы, которые вас волнуют. Пишите нам на электронную почту, а мы с вами увидимся уже завтра в это же время, как всегда, в 18.00. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!